алло алло добрый день меня зовут владимир я журналист из украины вы меня слышите хотели бы поговорить с сыном со своим странный вопрос конечно хотела поверьте он не странный разговор происходит под записи для публикации я передаю ему трубку дальше принимайте решение будете вы услышали спасибо вам видео включаю привет вам вам живой здоровый сейчас поправляюсь от ранений вот согласился на интервью именно с целью чтобы предотвратить чтобы сюда люди попадали ну вот так подали как я что-то с обманом так далее чтобы сюда не шли самостоятельно это не не то что преподносится на понятно что ранение осколочные ноги немного рука и буклевый ну свои бросили ну свои бросили а тогда когда в плен брали оказали помощь но вот в очередь как бы на обмен включен да что в списке пленных есть когда что обмен ничего не понятно попробуйте свой комитет солдатских матерей по идее должно быть что я где нахожусь в россии мам я нахожусь до сих пор в украине в плену то есть меня как взяли в плен первого числа 1 мая взяли в плен 24 числа меня вывезли на передовую 30 апреля был штурм деревеньки которые как раз получил ранения где ночью нас просто оставили обещали вернуться меня еще пять человек том числе бы мой командир роты командир роты с которым я вместе лежал за одним камнем я ранен и он ранен обмогу были посещены осколками он скончался ну часа два дожил до непосредственно того как назови в плене может быть и помощи ему оказали потому что мне помощь была оказана на месте потом также оказывалась помощь уже непосредственно здесь медиками есть 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 но мы тебя хорошо видимо слышим все нормально полностью а ты просто скачет просто скачет сеть видимо у нас полно да у нас полно что-то хотели что я хотел спросить а мам если можно потом вы еще до мам сейчас еще скажите пожалуйста как это у вас может вот так вот работать что вот вы мама человека вы задаете вопрос где находится ваш сын говорят он в госпитале а вы даже не знаете в каком госпитале расскажите пожалуйста вот немножечко вопрос такой странный у вас сразу все знают где кто находится но если наш человек находится у нас в госпитале в украине то безусловно если он в плену то он в плену я не могу ответить на этот вопрос потому что я не знаю вы поддерживаете спецоперацию что вот меня ждет чтобы я ответила да правду вам скажи просто поддерживаю спецоперацию связи с чем очень и не я я хочу я хочу чтобы закончилась война чтобы у нас перестали гибнуть люди и я интересуюсь я интересуюсь мнением россиян которые поддерживают спецоперацию почему они ее поддерживают потому что я предполагаю что где-то в ответе может крыться ответы на мой вопрос в том числе хорошо возможно накроется скажем так я из тех русских которые своих не бросает понятно а если кто-то с моим сыном мое мнение от этого не изменится я бы так не поступила я понял я не не а своих бросают или не бросают я могу пояснить что она имеет ввиду именно то самое притеснение которым я говорил до этого то что нам говорится притеснение русскоговорящих русских принципе донецка луганска что вот притесняют правильно я вы правильно это имеете мы с вашим сыном обыкновенно общаемся да то есть без всякого там этого самого это на него никак не повлияет возможно даже поможет его обмену ближайшим как показывает практика людей которые с нами общались меня но скажите пожалуйста а с чего вы взяли что тут нужно кого-то защищать в украине вы знаете тоже общаемся есть какие-то связи есть знакомые в украине и в украине и в украине и ваши знакомые знают других людей из украины которые говорят что их нужно защитить правильно видимо да а в каких городах эти люди находятся где они живут ну хоть пример расскажите маме про общение с я сейчас нахожусь в плену с добровольцем тоже русские которые воевал на стороне донецкой республики и в донецке и в донецке весь донецк целый окраины города до подвергались обстрел но там то давно уже было на время у нахождения но говорит да где то что прилетает пожалуйста можно вопрос журналист да когда конечно владимир я сейчас вот так и немножечко не понимаю вы получили вы пытаетесь меня переубедить или что цель 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 этого общения вообще в принципе изначально это донести до россиян то что здесь на самом деле происходит зритель другие россияне посмотрят то что вы отвечаете и они услышат например что вы сами лично ничего не знаете от слова совсем то есть вы знаете что-то и от кого-то в это же время в это же время у нас бомбятся города умирают дети маленькие дети гибнут мирные жители и вот такие как вы сидя у себя дома поддерживает спецоперацию то есть для других людей они уже пусть себе делают выводы вот все безусловно вы производите впечатление вменяемого человека вы производите впечатление вменяемого человека ваш сын зашел в украину на территорию украины под харьковскую область с оружием в составе вооруженных сил российской федерации вы мне сейчас начинаете рассказывать что россия ни на кого не попадала мне нападала вы серьезно ну просто ну а как это вот как это у вас согласовывается россия зашла в украину на танках не я хочу понять как вы мыслите россия зашла сюда в том числе и ваш сын на танках и вы горите россии ни на кого не нападала как это а то что готовилась боевая операция на границе с россией какая боевая операция готовилась на границе с россией извините мне планы вашего генштаба как бы неизвестно какие артобстрелы чего вот я же и хочу чтобы другие россияне послушали и услышали что вы берете информацию из своего телевизора о том что участилась что-то где-то не знаете где и что о том что мы собирались на вас напасть но собирались а вы на нас напали да ну вы же напали или не напали я просто хочу вот на этом хотя бы момент так а ваш сын тогда под харьковом что делал это донецкая луганская республика хорошо вот ваш сын да вот вы где находились я находился под харьковом узинская область ну давайте вы мне поверите и поверите сыну что это не донецкая не луганская область точно а так что он там делал с какой целью ну конечно вы же говорите что россия не в торгу вы же говорите что россия не напала а вот ваш сын сидит рядом со мной который на танке заехал в харьковскую область я не смогу вас переубедить потому что вы смотрите вас переубедить невозможно вы считаете что россия не напала на украину хотя ваш сын рядом со мной который напал на украину и это очевидные факты про трактуете мне интересно вот ваша трактовка мне интересно я уже высказала свое мнение исходя из российского принципа что своих не бросает когда попросили о помощи русскоязычная в харьковской области не знаю я что он там делал в харьковской области но это же не мы определяем куда вы понимаете я не пытаюсь кто из вас определяет куда ну я пытаюсь я пытаюсь выяснить один простой факт я просто к тому что это уже божество обороны же правильно определяет министерство обороны определяет но вы скажите вы вот мы с вами общаемся да россия вторность украину или нет как вы считаете это все зависит именно от трактовки вопросов как вы понимаете простой же вопрос есть министерство обороны ключевое слово вы заехали на танках как это называется я уже извините не удерживают второй журналист у нас это происходит как специально военная операция по факту вот вы как по факту меня просто вслепую привезли вы вторглись или не вторглись простой вопрос лично я никуда не торгался пошел делали на танках харьковской области это уже непосредственно было решение министерства обороны и командования которое принимает эти решения это зависит не от солдат очень многие солдаты очень многие солдаты не хотят этого таки понял вы не хотя вторглись почему вы белое не называете белым я вообще не понимаю мы общались вроде вроде я не хочу этого всего вроде я сам готов рассказать и тут мы приходим к моменту где вы даже не понимаете что вы реально тупо оккупанты вы обстреливали село о котором вы сейчас говорите о деревне вы горите я не понимаю и сейчас мы не можем с вами выяснить что вы как бы то что есть по факту со стороны россии подожди пожалуйста со стороны россии это трактока может у мамы времени просто нет мам все мы не хотим задерживать человек давайте тогда еще пообщимся со стороны украины если смотреть да вторжение со стороны того как преподносится у нас это именно поддержка русскоязычного населения вам еще раз говорю у нас я не хочу с того как говорят у вас по телевизору я хочу исходя из очевидных фактов есть территория украины суверенного есть суверенный государственный пересекли на танке да пересекли не на танке я на машину но находился здесь уже в составе российская пересекли пересекли это как называется не с позиции того что горят по российскому телевизору а так это делается по сужение вам штампики наши пограничники не поставили нет не ставили это вторжение это вторжение на территории дагенской и луганской республики я тоже не могу сказать географически это только мне кажется только исходя из того что украина не признавала независимости а россия признала вот так это преподносится у нас так нет а я понимаю а просто ориентируйте хотя бы по географии по географии сориентируйте потому что у нас в принципе у нас не было про харьков разговор изначально даже там по новостной ленте не было энергодар находится в харьков в донецкой или луганской области это не надо знать географию можно взять забить энергодар где на херсон где находится на тот момент мы даже не знали где мы не важно на тот момент я пытаюсь выяснить с вами произошло ли вторжение россии в украину сейчас я вам говорю по факту да по сути дела то что сделал я можно назвать вторжением да по сути дела так и есть я нахожусь незаконно на территории государства с оружием руках да я счастлив может донесете это дома буду старик я могу показать вам смотреть а я вас не пытаюсь убедить вот харьков вот луганск донецк смотрите я отвел вы вторгни вы вторглись весь север весь восток и весь юг вы вторглись расстоянием 1800 километров 1800 километров вы вторглись в чужое государство а можно вам вопрос такой да вы считай вот вы наверное считаете что вся украина это просто территория россии правда украина вообще не существует нет конечно вы признаете субъектность украины конечно в таком случае почему вас тогда интересует судьба даже донецка и луганска ведь это же украин а вы не знали о наличии россия молчала и не вмешивалась то есть вы правда думаете что это местные шахтеры все сами у себя там сделали в донецке луганске я вам рекомендую если вы захотите вы этого не будете делать 1000 процентов но послушать некоторые мои видео с жителями донецка и луганска пусть они вот там вот они рассказывают как это все было на самом деле народ практически никакого внимания подожди подержи вам сейчас секунду все секунду я журналист свой open media называется издание а вообще-то я веду свой youtube канал я блогер вы блогер знаете с ютуба как бы я немножечко соскочил последнее время я очень много смотрю на твиттере допустим очень многие страны отслеживают и тоже смотрю многие многие интервью я понял это же не спор да это не спор это дискуссия мы общаемся с вами понимаете общаемся то есть общение я пытаюсь в этом общении понять если вы признаете субъектность украины и и суверенитет давайте даже без луганск да а если вы хорошо поменяем просто местами давай украины русские а русские украинцы допустим ваши украинцы были бы там вот в донецкой и луганской республики и вот это притесняли насколько вот я знаю а вот это ваша страна вот украина вот это небольшая не важно большая небольшая вы как отреагировали так они вы 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 чуть-чуть не понимаете там и есть наши украинцы которых действительно притесняют до которые действительно притесняют их как мясо сейчас россия которые вообще не хотели воевать я вам факты сейчас говорю а я не нравится вам да не нравится а я говорю факты я говорю факты люди учились в институте им дали автоматы бросили как фарш на войну вот что сделала сейчас ваша луганской нет не так я этой информации не владею как вы сами знаете но просто я хочу сказать что информация продается совершенно другая я понимаю я пытаюсь гореть факт я пытаюсь гореть о том что да сейчас успокоимся не будет плавать я пытаюсь просто говорить о фактах о том что люди которые учились в институте там в донецке луганске их просто забрали оттуда они не желали воевать ничего не желали защищать многие из них желали быть вообще в украине то что вам рассказывают что они вдруг все захотели быть в россии это же вам рассказывают а вы одного не можете понять это украинская земля и украинская территория вам здесь просто нечего было делать но если уже отбросить разговор о луганске и донецке вообще так чтобы нам было легче да то тогда возвращаемся к харькову к сумам к запорожью херсону к чернигову и задаемся вопросом что же в таком случае россия делала там раз это независимая территорию независимой страны конечно а что такое нацизм ну то есть то что сейчас делают россияне то есть то что сейчас делают россияне ну да пришли к нам на землю и убивают наших людей решили что ваша нация выше нашей и пришли убивать наших людей на нашу землю да мне все равно генетически свойственно россиянам или не со стенел факт говорю пришли на нашу землю убивают украинцев просто за то что они украинцы это и есть нацизм эти ваши факты это ваши слова вот вы говорите что есть такие видео я вот тоже могу вам сказать а у меня есть множество других фактов я их вижу каждый день фотографии видео не не фотографии видео с чем с татуировками вы видите с какими-то вам показывают а что еще а что еще ну татуировок просто на ваших журналистах и на ваших деятелей там более чем достаточно подобного характера да да но мы к вам не пришли понимаете мы же к вам не пришли вот то есть вы считаете что мы наверное не успели к вам прийти вас не интересует с чем мы должны были к вам прийти какое у нас оружие было для этого ничего не интересует вы просто верите в то что мы должны были к вам почему-то прийти я конечно прошу прощения ну мне кажется этого разговора уже достаточно для того чтобы опять россияне посмотрели сделали свои договариваете с мамой кстати забыл если если здесь в украине нацисты то что они должны были с вашим сыном сделать видела уже поговорили об этом с вашим конкретно сыном а что сделали на самом деле ему предоставили а медицинскую комы да но дело в том что возле моего дома прилетают все время снаряды понимаете у меня ребенок маленький я не понимаю от кого меня пытается защитить россия как и во всю киевскую область тоже конечно же я не нацист потому что я не пришел никого убивать из-за того что он не такой как я потому что в украине от признаков вообще которые считаются нацистскими которые есть в россии безусловно тоталитарный режим и так далее то какие ну давайте какие признаки но нет конечно конечно же не запрещали конечно же не запрещали никто и никому никогда в украине не запрещал говорить по-русски никто и никогда а то что у нас державномого украинска то что у нас державномого украинского позволяйте себе не поверить я же ничего не я же не против я просто вас спросил дополнительно что с вашим сыном должны были бы сделать нацисты вы мне говорите я видела то есть у вас постоянно я видела а я думала а мы а вы бы вторглись вот понимаете на так то есть это и есть какие у нас доказательства что россияне зашли к нам на танках с 6 направлений и бомбили наши города это наше доказательство да что нам еще нам другие какие-то нужны еще или что по вашему нам не нужны больше доказательства а вы говорите а мы думали а мы знали а мы видели что в этом видели нарезку из видео на которых ничего не понятно тоже мальчика сожгли да он изначально да они не хотят ничего смотреть ладно мам майкл поцелует меня пожалуйста сказал свое мнение я сказал свое мнение я считаю что этого не должно вообще было быть мама говорит разговор перешел в стадию ни о чем возможно у вашей мамы было заблуждение такое что я хотел вообще в принципе пообщаться с ней или с вами говорю вам прямо не с ней не с вами у меня желание общаться не было и не было бы вообще никогда поэтому разговор этот изначально для того чтобы донести туда на вашу сторону как вы мыслите может быть до кого-то хоть частично это дойдет понимаете потому что все ориентируются на то что им там где-то сказали но никто не ориентируется на простые обыкновенные факты или плевать на на факты нужно попозже когда я перезвоню вам либо вы меня хотя даже не знаю даже так а про что нам говорить мы журналисты которые с вами разговаривали да он скорее всего благодаря этому интервью его поменяют потому что очень много ваших пленных точнее ну пленных армии российской федерации у вас числятся в госпиталях без вести пропавших и так далее и тому подобное ваши не ваши не признают этого всего смотрите мы не я тоже не хочу и нету никакого желания с вами спорить но у нас глобально отличается мнение вы считаете что мы тут нацисты и нам надо помогать и вы своих не бросаете а у нас тут люди умирают я поняла я уже выслушала вас и прибиваю вас я уважаю вашу точку зрения это ваше мнение вы просто поймите мне 54 я жива еще в том мире когда было все равно кто-то украинец грузина сетинка я вообще пара у меня мое мнение уже тогда сложилось какое меня свое мнение смотрите ситуация какая вашему сыну повезло потому что его не убили нацисты которых вы пришли убивать если бы его убили и вы получили известие что он погиб умер то я думаю вы будет по чуть-чуть по-другому бы посмотрели на эту ситуацию за что он а мы делаем что там мы мы делаем что-то плохое вот давайте ну все значит тогда до свидания а